Кировчане сегодня активно обсуждают в соцсетях результат городского благоустройства, а точнее качество мощенных плиткой тротуаров. Местами эта самая плитка буквально ушла из-под ног. Почему сразу отремонтировать нормально тротуары не получается? Ответа на этот вопрос в нашем следующем сюжете нет, он скорее риторический. Но мы с оператором Алексеем Зыряновым выяснили, когда в городе устранят все дефекты на пешеходных зонах и почему плитка иногда буквально разлетается по сторонам. Поэтому нет такого отношения хозяйского, что это мое. Почему подрядчики делают новые тротуары так, что они разваливаются? Вопрос скорее философский. Эксперт в сфере строительства дорог Шамиль Бузиков считает, что если бы рабочие строили что-то подобное у себя на даче, то брусчатка была бы цела. А здесь, в общественном месте, у перекрестка Ленина и Пролетарской, дыра. То есть вода, которая образовалась на проезжей части, в этом месте она стекала, вот сюда видно проток. Здесь подмывало основание и, собственно говоря, образовалась просадка. Можно было что-то предусмотреть, так сделать, чтобы... Да, конечно, здесь нужно было наложить грунт. Дальше вот этот бордюр, бордюрный камень, продолжите, соедините его с тем. Тогда бы этого удалось избежать. Стоит пройти еще метров сто выше по улице Ленина и опять провал. И таких дефектов по городу хватает. Причем есть места в Кирове, где мощеные плиткой тротуары развалились несколько лет назад. Если верить социальным сетям, плитка на остановке у Северной больницы поплыла еще три года назад, когда здесь меняли асфальт и убрали все бордюры. То есть уже три года остановка в таком состоянии. При этом сюда приезжает очень много пенсионеров и беременных женщин. В соцсетях подобное благоустройство пешеходных зон называют суровым Кировским. Вот, например, улица Возрождение. Неужели опять дождь испортил все труды подрядчика? А это тротуар на Зональном. Здесь созданы все условия для образования лужи, как и на этом участке тротуара по улице Московской. А этот снимок юрист Ярослав Михайлов сделал на улице Щерса. Возмутился, что подрядчик не доделал тротуар. Написал в администрацию, но сегодня юрист на месте убедился, погорячился. Пешеходную дорожку подрядчик доделал. Но теперь Ярослав переживает за кировчанок. В летний период, я думаю, могут быть проблемы, естественно, у женщин, которые ходят на каблуках. Потому что каблуки будут попасть в щель между плитками, как кто ни говорит, есть такая маленькая проблема. Впрочем, и юристы, и общественники, и власти сходятся во мнении, что плитка лучше, чем асфальт. Удобнее в ремонте. Прорвет трубу, к примеру, под дорожкой всегда легче плитку переложить, чем класть асфальт. Кстати, о ремонте. В администрации города обещают, скоро все дыры в тротуарах устранят. Те участки, которые проваливаются, те, которые разрушаются, можно оперативно поменять. Брусчатку переделывают в этом году всю. Там, где есть провалы, гарантия на нее также 4 года распространяется. Как пояснил начальник управления дорожной и транспортной инфраструктурой, все недочеты подрядчики устранят до снегопадов, то есть до зимнего содержания дорог и тротуаров.